Мир Божий вам, дорогие братья и сестры! Занимайте ваши места. Мы будем вместе с вами рассуждать на Словом Господнем. Хочу прочесть вновь историю из Евангелия от Иоанна, 21 глава, 14 стиха. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресению, своем из мертвых. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси акцев моих!» Еще говорит ему в другой раз, «Симон Иоанин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси овец моих!» Говорит ему в третий раз, «Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр опечатался, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, посе овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав себе, говорит ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, Господи, кто предаст тебя. И его, увидев Петр, говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Что тебе до того? Мы с вами уже рассуждали над этим текстом Священного Писания. История, которая для нас хорошо знакома, особенно обращая внимание на то, когда Христос трижды спрашивал у Петра по поводу того, любит ли он его. История, которая открывает для нас определенные уровни отношений, которые есть в нашей жизни. С одной стороны, это те отношения, которые являются самыми наиважнейшими в нашей жизни. Это наши отношения с Богом. Ничто другое не может заменить это человеку. Это то, что, по сути своей, определяет все остальное в его жизни. Кто для нас Бог? Насколько мы действительно Его любим? Мотивированы ли мы этой любовью в нашей жизни? Наше служение Богу, на чем оно основывается? Почему мы так или иначе поступаем? Что является в основе, приоритете наших отношений? И поэтому не просто так Христос спрашивал, любишь ли ты меня? Он ожидал определенной реакции для того, чтобы сам Петр осознал, оценил и увидел, какова система его жизненных ценностей и чем он движим. Поэтому это очень важный момент, который звучит, как вопрос для каждого из нас. Любим ли мы Иисуса Христа? Действительно ли? На самом деле? С другой стороны, эта история показывает определенные отношения, которые складываются с ближними. Хотя, может быть, из этой истории не сразу так видно, но тем не менее, мы можем увидеть, что Петр, услышав эти слова от Иисуса Христа, он услышал, любишь ли ты меня больше, нежели они? Не шла речь о том, что Христос хотел каким-то образом противопоставить Петра по отношению к другим апостолам и подчеркнуть, что ты лучше, может быть, чем они, поэтому любишь ли ты меня не так, как вот эти вот остальные любят меня? И это ни в коем случае не является побуждением для нас, чтобы мы таким образом, оценивая наши отношения с Богом, где-то превозносились и говорили, Господи, я тебя люблю больше, нежели там эти все остальные. Не об этом шла речь в этой истории. Христос, обращая на это внимание, говорит Петр, не сравнивая свою любовь с другими. Каждый должен иметь личное отношение с Богом, поэтому любишь ли ты меня больше? То есть, ты не просто оценишь, вот он так любит, ну и я таким же образом буду любить, ну, я же не хуже, вот, поэтому я не люблю меньше, чем он. Все нормально. Не сравнивай себя, не пытайся определить свои отношения с Богом через призму отношений других людей с Богом. Имей свои личные отношения, насколько ты их строишь, насколько ты стремишься максимально быть близким с Иисусом Христом. Это одна из проблем людей, когда мы больше обращаем, может быть, где-то внимание на других и сравниваем наши отношения с Богом, исходя из того, что мы видим у других людей. Иногда это становится для кого-то даже определенным камнем преткновения, когда они говорят, ну, как можно считать их христианами, если они вот так себя ведут, если вот такие дела у них, если они так любят Бога, то что это такое? Не надо мне ни церковь, ничего. Но Господь говорит, не сравнивай их отношения. Ты ответственен за твои отношения с Богом. В конечном итоге у тебя Бог спросит, насколько ты любил Его, насколько ты шел за Ним. Поэтому, любишь ли ты? С другой стороны, слышите слова, которые Христос сказал о том, что Петр завершит свою жизнь на этой земле через мученическую смерть во имя Господне. Он посмотрел, ну, а я понятно, а что до него, Господи, видит Иоанна, который был рядом с Христом. Говорит, а он что, а как? Это еще одна из сторон наших отношений с ближними. Нас иногда больше интересует, что в их жизни происходит, чем то, что мы оцениваем относительно наших собственных отношений с Богом и нашего служения. Чаще всего, даже общаясь, разговаривая друг с другом, мы больше интересуемся какими-то новостями относительно того, что у кого в жизни произошло. И нас даже больше интересуют какие-то истории, связанные с определенными проблемами, нежели с успехом другого человека. Ну, если он успешен, то хорошо, Господь с ним. А вот когда у него что-то не так, вот, ааа, ничего себе. Я заметил такую тенденцию, что если мы хотим, чтобы какая-то информация распространялась быстрее, обязательно скажите, что вы по секрету это рассказываете. Как правило, ощущение того, что мы обладаем секретом, ну, заставляет нас этим секретом почему-то вот так странно поделиться с другими, чтобы они знали, каким секретом мы обладаем. Вот это особенность человека. И поэтому иногда мы возмущаемся. Господи, а он что? А почему? А как? И Господь говорит, а что тебе до него? Что тебе до этого? Ты оценивай свои отношения. Ты иди за мной. Не смотри на других. Не пытайся определить свои отношения с Богом, исходя из того, как другие поступают, или что в их жизни Господь делает. Ты иди за мной. И естественно, конечно же, это все проходит сквозь призму наших отношений к самому себе. Потому что кем мы себя, для себя любимого считаем, то и выражается в наших отношениях и к ближнему, и в наших отношениях к Богу, к нашему поведению, к нашей мотивации, то, что двигает с нами. В прошлый раз мы с вами, рассуждая над этим текстом, говорили именно об отношениях нас к самим себе. В чем они выражаются, чем они мотивируются, какими они должны быть, исходя из Священного Писания. Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о том, что касается наших отношений к ближнему. Какими они должны быть? Что об этом говорит Священное Писание? И потом, дальше еще, рассуждая уже в другой раз, мы поговорим о самом важном, что происходит из отношений к себе и к отношениям к ближнему, что выражается в совокупности, каковы наши все-таки отношения к Богу и как они должны строиться. Говоря об отношениях с ближними, Христос дал для нас одну очень важную заповедь, которая раскрывает суть и принцип отношений к тем людям, которые рядом с нами. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Для того, чтобы исполнить эту заповедь, мы должны понять, с одной стороны, что это не просто пожелание, это не просто слова, которые Христос сказал, «Ну, постарайтесь». Он дал это как заповедь, как постановление, как то, что является приоритетом и наиважнейшей ценностью в жизни человека. Важнейшая или одна из важнейших заповедей. Любите друг друга. С другой стороны, наверное, она является и самой трудной для исполнения. Дело в том, что нам проще иногда исполнить, как мы думаем, первую заповедь – возлюбить Господа. Ну, как Его не любить, правда же? Если мы, рассматривая нашу жизнь, говорим о Божьих милостях, о благах, мы говорим о спасении, которое принесено Христом, мы говорим о том, что мы через Него имеем жизнь вечную. И поэтому нам проще выразить любовь к Богу. Нам выразить проще это через пение, через что-то еще. Потому что, ну, с одной стороны, мы как бы и не видим зрительно, с другой стороны, мы понимаем Его величие, Его могущество, Его заботу и любовь, вне зависимости от того, каковы Ему есть. Он возлюбил всех нас. Но вот отношение к ближнему совсем по-другому строится. Потому что, ну, как любить ближних всех одинаково? И нам не так просто это сделать, потому что здесь уже касается не просто, может быть, выражений в словах, в песнях, в чем-то еще. Это касается вопроса наших дел, наших поступков, нашего поведения, насколько и как мы строим это. Апостол Иоанн говорит следующее, касаясь того, что Бог есть любовь, и как эта любовь выражается в нашей жизни через отношение к ближним. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 стихи. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И немножко дальше, 10-12 стихи, он продолжает этой же 4 главе. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего у милостивления за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна. Когда мы рассматриваем Священное Писание, образцом, примером любви является любовь Божья. И Библия очень много приводит различных примеров, текстов, которые показывают нам, как проявляется любовь Бога по отношению к людям. Даже определенные слова используются, чтобы описать эту любовь. Я не буду уже утруждать вас анализом еврейских или греческих слов, которые переводятся на русский язык, как любовь, поскольку там они есть разные, которые показывают разные грани, стороны. Но поскольку все-таки мы больше пользуемся русским языком, естественно, поэтому нам проще в какой-то мере посмотреть, что мы вкладываем в нашем понимании, в сознании, в это слово. Если рассматривать с позиции людей, как правило, в большинстве своем любовь ассоциируется с эмоциями, с определенными чувствами, которые наполняют нас. Этот человек говорит, у меня такие чувства любви. Вот они выражаются в эмоциях, в восторге. Он там описывает по-разному, то, как на крыльях летаю. То я готов там песни петь, то еще что-то. То есть вот что-то такое особенное. Но с другой стороны, когда мы говорим именно о чувственной, об эмоциональной стороне любви, оно подразумевает, что почему или откуда у меня эти чувства появились. Как правило, не возникают они на пустом месте. Этот человек вызывает какую-то восторг у меня, поэтому я проявляю любовь. Или же что-то он сделал для меня хорошее, и мне в ответ что-то тоже хочется сделать для него хорошее. Мне этот человек чем-то по-особенному нравится, и естественно, в результате этого хочется как-то отметить, подчеркнуть и так далее. Иногда, очень часто, когда мы говорим о том, что мы кого-то любим, каким-то образом выражаем эту любовь, оно больше подразумевает, что мы его любим за то, что нам хорошо от того, что мы его любим. Что с этим человеком замечательно, прекрасно, это мне создает определенное чувство комфорта, это все дает мне какой-то особый восторг, поэтому я его люблю, конечно же. А вот, как не любить такого человека, от которого мне только польза одна? Радость и тому подобное. Мы иногда это переносим, знаете, такой на чисто потребительский уровень. Иногда человек говорит, я люблю эту пищу. Что он имеет в виду? Ему нравится просто кушать ее. Есть такая шутка, говорит, если ты любишь шоколад, то зачем ты его кусаешь? Вот, потому что вопрос, я люблю, потому что мне от этого что-то. Я от этого что-то для себя беру. И очень часто человек именно в эту сферу и переводит любовь. Даже если посмотреть, скажем, попытку выразить любовь со стороны искусства, там, скажем, тех же песен, там, музыки, может быть, художники пытаются картины написать, которые как бы выражали любовь. Опять же, касается вопросов какой-то чувственной стороны. Но, вы знаете, чувства очень субъективны. И если вдруг я ничего от этого человека не получаю, так и любви-то, а за что его любить-то, не за что? Мне от него никакой пользы. А если он мне еще какой-то вред причинил или же что-то такое, что не совсем для меня нравится, так и вообще эмоций никаких не будет и чувств по отношению к нему. Если только такое чувство, господи, ну ты смотри там, как-то разберись с ним. Это особенность. И в итоге получается, любовь пришла, любовь ушла, как чувство приходит и уходит. Но любовь Божья отличается. Она воспринимается не как эмоции, она воспринимается как действие Бога по отношению к людям. Написано, что он на деле доказал свою любовь тем, что он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Заметьте, мы ничем не заслужили любовь Божью. Он никоим образом ни в чем от нас не нуждался, чтобы в итоге выразить любовь за то, что мы для него сделали. Но он это сделал в силу своего волевого решения, в силу того, что он принял для себя решение позаботиться о людях, открыть им путь спасения. Божья любовь неподобна человеческой. Нравится, разонравился, люблю, перестал любить. Она постоянно. Это любовь – дело. И у Бога никогда не было разницы между словами и делами, между Его намерениями и поступками. И если мы хотим иметь подобную любовь в себе, мы должны опираться не на свои симпатии или антипатии, а на решение оказывать дело любви по отношению к тем людям, которые нас окрушают. И это то, что Бог помогает нам сделать в нашей жизни. Вот поэтому не просто так Христос дал эту заповедь, Он ее дал как раз во время последнего такого, может быть, общения со своими учениками накануне своих страданий. И где-то Он уже начинал им открывать, говорить об этом. И, конечно же, всегда, когда с кем-то тебе хорошо, как ученикам с Иисусом Христом, и когда Он говорит, я пострадаю, я умру, я оставлю вас, вы не увидите меня физически больше, может быть, не до конца понимать дальнейший Божий план. Они где-то были печаленные, они где-то переживали. И Господь говорит, я вам даю новую заповедь. Вот сейчас, когда, может быть, вы где-то особенно ощущаете какие-то чувства тревоги, что-то то, что внутри вас есть, любите друг друга. Как я возлюбил вас, вы так любите друг друга. Более того, Он даже подчеркивает, когда меня уже с вами не будет, но я с вами все равно буду оставаться незримо во все дни, до скончания века. Но люди уже не будут меня видеть. И многие сейчас вас ассоциировали, что вы мои ученики, потому что вы ходили со мной. Они видели вас, ходящим за мною. Даже иногда по акценту определяли, как в случае с Петром случилось позже, когда говорят, даже твой акцент выдает тебе, что ты с ним ходил. Ты галилеянин, ты говоришь по-особенному. И где-то, опять же, оценивая, что сделал Христос, видя Его заботу, любовь, помощь людям, кто-то говорил, вот это Его ученики, вот те, которые за этим добрым учителем ходят. А теперь, когда Его нету, что покажет, что вы действительно мои ученики? Кто-то, может быть, будет претендовать на то, чтобы сказать, я тоже христианин, я последователь Христа. И Господь говорит, самым важнейшим признаком того, что вы мои ученики, что будет восприниматься другими людьми, когда вы будете между собой иметь такие отношения, такую любовь, какую я явил для каждого из вас. Именно это, а ничто другое не делает вас христианином, последователем Христа. Любовь друг к другу, правильное отношение. Причем именно та любовь, которая определяется подобием, подражением, желанием проявить такую же любовь, которую проявил Иисус Христос. Не чудеса. Не знай меня, через которые Господь будет что-то делать в вашей жизни или через вас для кого-то. Именно любовь. Интересно звучит выражение, что он говорит, заповедь новую даю вам. Но вроде бы эта заповедь была и раньше. И Ветхий Завет, когда мы читаем, по сути, свои из десяти заповедей, шесть говорили об отношении к людям и говорили о том, что нужно правильно относиться, и, в общем-то, мотивация этих поступков тоже есть любовь. В чем здесь нюанс или отличие? Дело в том, наверное, что одна из проблем, которая была связана, к сожалению, в том числе и с восприятием последствий людьми, принципов заповедей Ветхого Завета, была в том, что они как бы настолько сконцентрировались всегда на каких-то внешних сторонах, на каких-то определенных действиях, концепциях, которые подчеркивали там особенности исполнения праздников, там того, другого, третьего, что они упустили самое главное – отношение друг к другу. Была заповедь на заповеди, закон на законе. Вот почему Христос и обличал фарисеев, саддукеев, законников того времени, потому что, говорит, вы самое главное оставили – милосердие, любовь, а больше сконцентрировались на какой-то внешней особенной традиции. И поэтому, он говорит, я вам даю новую заповедь в том плане, что вы любовь не сравниваете только на основании дел закона. Пусть ваша любовь к другим не будет определяться лишь только сугубо какими-то правилами, которые заложены и которые вы как обязанность исполнили, вроде как, ну все, я же возлюбил, как нужно было по правилам. Надо было там трижды сказать, благословляю тебя, я сказал. Нужно было поприветствовать, я поприветствовал. Нужно было что-то сделать, я сделал, вот и все. Нет, я говорю вам о том, Христос говорит, что любите, как я возлюбил, не ожидая чего-то взамен, не руководствуясь какими-то определенными списками дел любви, но постоянно, вне зависимости от того, какие это люди. Когда-то ранее, когда Христос еще беседовал с людьми, он несколько раз подчеркивал важность и значимость правильных отношений с ближними. Когда-то молодой человек пришел ко Христу и спросил, какая наибольшая заповедь в законе. И Христос говорит ему, это записано в Евангелии от Матфея, 22 глава с 37 по 39 стихи. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Христос очень четко показал совместимость, объединение в какой-то мере этих двух заповедей. Такая же, подобная, ничуть не меньше, настолько же значимая. Почему именно она подобна или же равнозначна? Потому что вторая пролагает в какой-то мере путь к первой и взаимно поддерживает ее. Невозможно любить Бога без любви к ближнему. Достаточно ясно Господь говорит, что именно любовь к Нему проявляется через любовь к ближним. Иван говорит в Матфея, 25 глава, 40 стих. Христос говорит об этом. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Мы ничего не можем дать Богу, в чем бы Он нуждался. Он обладает всем. Как мы можем послужить Ему? Как мы можем проявить любовь на деле? И Господь говорит, когда вы сделаете это вашему ближнему, одному из малых сих, любому тому человеку, который вокружает вас во имя Мое, в этом есть любовь ваша и ко Мне. Любя ближнего, вы будете любить Богу. И она открывает это, подчеркивает и говорит, что если мы любим друг друга, это 1 Анна 4, 12, «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас». Правильность отношений с ближними определяет в том числе ощущение присутствия Божьего и Его действия в нашей жизни. Если рассматривать вопрос любви к ближним, можно сказать, что они касаются двух сторон жизни человека. Мы с вами имеем и духовную, и физическую составляющую, и обе части нуждаются в том, чтобы мы упражняли себя в благочестии. Потому что Писание говорит, что Господь хочет, чтобы у нас и дух, и душа, и тело сохранились в день пришествия Его. Чтобы в правильном отношении мы были и к нашей внешней физической составляющей, к нашей внутренней духовной составляющей. И очень часто бывает так, что для человека более понятна, естественно, внешняя составляющая. С одной стороны, когда мы говорим о правильном упражнении в благочестии, это то, к чему нас призывает Писание. Это правильно, когда мы упражняем себя в посте, когда мы приходим на богослужение и участвуем в богослужении, когда мы совершаем добрые дела, когда мы господствуем над нашей плостью, ущемляем ее в какой-то мере для того, чтобы сохранить это искушение, когда мы правильно смотрим за своими действиями и поведением, когда мы правильно целомудренно относимся к нашему внешнему виду, как мы одеваемся. Это все влияет на наше тело, через что это влияет и на наш дух, на наш духовный рост. Но человек – это союз души и тела, и поэтому обе части должны трудиться. Если человек зацикливается только на одной внешней стороне, касающейся исполнения традиций и обрядов, и это становится для человека важнее, чем его личное отношение с Богом и его отношение к ближним, к тем людям, которые его окружают, это начинает создавать определенные проблемы в жизни человека. Человек может изнурять себя постами, не вкушать ничего, кроме хлеба и воды, одеваться в самую консервативную одежду, какую он только найдет, громче всех, чтобы все обратили внимание, петь в церкви и молиться во время богослужения, говорить цитатами священного писания в общении с другими людьми. Но если нету по отношению к этим людям по-настоящему любви, если недвижим любовью, апостол Павел говорит, если нет во мне любви, то я медь звенящая. Кимвал звучащий, то есть внешний звук есть, но сути нету. И это то, что не даст никаких для человека действительно правильных отношений, ни к ближнему, ни к Богу. Говоря о наших отношениях с ближними, мы можем их разделить на несколько уровней. С одной стороны, это отношения с теми, для кого мы являемся старшими, для кого мы являемся главными в какой-то мере. Это отношения с теми, которые равны с нами, и отношения с теми, которые над нами являются старшими. Потому что все эти три уровня отношений – это отношения с нашими ближними. В первой категории мы можем отнести отношения родителей к своим детям, старших к младшим, руководителей, к подчиненным, наставников, к ученикам, священнослужителей к членам церкви 2 категория это отношение которое в церкви между братьями и сестрами между членами церкви существуют отношения которые между друзьями есть и третья категория это отношение уже детей к своим родителям младших старшим подчиненных начальникам учеников к наставникам членов церкви к пасторам епископам какие у нас выстраиваются отношения это все то что определяет наши отношения с ближними можем это оценивать и с точки зрения социально кругов отношения в семье церкви в обществе они все скажем определяют нашу суть христиан если мы проявляем должную любовь когда мы говорим об отношениях старших к младшим это то что мы называем какой-то мере духовным лидерством наставничеством влиянием на других людей и в жизни каждого человека по сути своей есть духовные наставники или по крайней мере хотя бы те влиятельные люди чему мнению прислушивается и в какой-то мере берет с жизни этого человека определенные для себя пример естественно что и мы влияем друг на друга и для кого-то мы тоже где-то являемся старшими в той или иной мере где-то и в рай в ранге нашего служения где-то просто по сути наших отношений где-то просто как родители по отношению к своим детям и духовное лидерство мы именно об этом говорим в контексте отношений наших в церкви подразумевает прежде всего правильный характер человека опять же движимой любовью если этого нету он не будет развивать себе тот характер который сделать его хорошим лидером по сути свое слово лидер она в русском языке по им позаимствована с английского языка где слово лидер дословно означает вести за собой показывая пример возглавлять идя впереди то есть это не просто руководитель который указывает туда идите это чек который идет и ведет за собой других смотря на которого они подражая ему делают то же самое поэтому духовный наставник это чек который ведет за собой других богу помогает им иметь полноценную плодотворную жизнь во христе иисусе помогает им развиваться и духовно расти естественно что духовное влияние старших младшим по отношению к своим ближним первую очередь именно проявляется в сфере влияния на процесс духовного роста вот поэтому господь определил церкви в том числе для тех людей которые более духовно опытные более духовно зрелые вот такую роль которая помогает другим преображаться в образ господин слыша проповедь истины божьего слова мы можем увидеть что господь дает определенные правила и принципы и в этом случае мы должны являть собой пример если мы являемся в таком контексте для кого-то наставником руководителя первое послание коринфянам 4 глава 16 17 стихи апостол павел пишет посему умоляю вас подражайте мне как я христу для сего я послал к вам тимофея моего возлюбленного и верного в господи сына который напомнит вам о путях моих во христе как я учу везде во всякой церкви он не обращает внимание на себя лично не говорит копируйте меня какой я есть но подражаете мне в том как я стараюсь подражать христу вот это и есть истинная задача наставника не просто себя навязать но помочь человеку через собственный пример увидеть как нужно стремиться к отношению с господом мотивировать своим исканием бога своим общением со христом других чтобы они следовали данному примеру и имели личное отношение со христом вот поэтому это очень важное качество если мы не проявляем должной любви к другим людям мы будем по-другому поступать вот почему апостол павел где-то подчеркивая вопрос отношения служителей к членам церкви в какой-то мере мы можем по словам пастора который используется в писании как те которые руководят разного уровня рассматривать руководителей это и лидеры домашних церквей это и декана пастора пресвятера это все те люди которые в какой-то мере имеют определенное влияние и духовную власть и писание подчеркивает говорит об этом первое послание петра 5 глава с 1 по 3 стих пастырей ваших умоляю посетите божье стадо какое у вас надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно не для гнусной корысти но из усердия и не господственно наследием божьим но подавая пример стаду еще раз мы обращаем внимание на пример поэтому служение ближним ни в коей мере не должно стать способом своего самоутверждения попытки где-то показать себя выше других но это желание быть объективным быть свободным от какого-то корыстного побуждения от каких-то обид раздражение по отношению другим людям желание помочь и поддержать их принимая решение быть достаточно зрелым чтобы не просто где-то поступать лицеприятно или быть предвзятым в оценках но действительно искренне помочь другим со стороны младших естественно требуется послушание к тому что говорят им старше прислушиваться к тем наставлениям которые им даются особенно когда мы говорим о тех наставлениях которые звучат от руководителей от пастора церкви важно помнить что в любом обществе бог определил порядок какую-то определенную структуру власти хотя как бы нам это слово не нравилось мы не можем его избежать потому что есть принципы власти светской власти духовной власти христос наш глава и мы подчинены его власти если мы хотим действительно быть в общении с ним с другой стороны господь про установил этот порядок и в том творение которое он сделал мы можем видеть первый пример власти который господь определил касаясь семьи и он сказал о том что муж является главой семьи жена тот помощник который следует за ним дети которые послушны подчинены своим родителям это определенная структура которую бог создал мы можем видеть это касаясь организации церкви в том числе где бог поставляет на то или иное служение и соответственно если мы имеем правильное отношение к тем кто старше над нами то это положительно влияет на нашу жизнь посмотрите несколько таких примеров во первых подчинение помогает нам возрастать в мудрости и в добром характере библии есть очень много примеров того как послушание старшим помогает в духовном росте придя в церковь христианин видит тех людей которых господь поставил над ним для того чтобы помочь развиваться подсказывать и наставлять писание говорит следующее послание к ефесианам 4 глава 11 и 13 стихи и он то есть господь поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями для чего до си доколе все придем в единство веры и познание сына божия мужа совершенно в меру полного возраста христова через этих людей бог помогает нам совершенствоваться для того чтобы духовно возрастать и приходить в меру полного возраста христова и соответственно эти люди помогают в определенной мере как где-то горшечник который работает над глины чтобы хороший сосуд из нее сделать как скажем садовод который очищает сад от каких-то сорняков или же там виноградник удаляя какие-то неправильные ростки для того чтобы максимально плод это ветвь приносила то же самое и в нашей жизни наставление помогает нам вырабатывать правильный характер в первую очередь даже через обличение которое сказано конечно же с любовью вот поэтому в притчах в 27 главе 5 стихе написано что лучше открытое обличение ниже скрытая любовь то есть оно говорит нам о том что нужно изменить нужно наставление можно хорошим примером быть пророк нафан и его роль в жизни царя давида казалось бы царину кто там над ним еще должен быть он самый главный но и в его жизни был тот перед которым в какой-то мере где-то даже был подочетен среди людей нафан озвучивал ему божью волю когда касалось строительство у него было желание у давида построить дом божий и не только желание у него были возможности у него было видение каким должен быть дом у него были средства чтобы этот дом возвести он загорелся идея и было это хорошо приходит пророк и говорит но господь говорит нет есть определенные вещи в твоей жизни которые не самым лучшим образом были сделаны и поэтому ты не построишь дом божий этот послушался и передал это все для своего сына хотя казалось бы ну как я же хорошее что-то хочу делать почему ты меня останавливаешь а уверен ли ты что это будет правильно этот господь так сказал с другой стороны мы можем видеть тот же нафан осудил грех давида в отношении вирсавия мужа что помогло давиду исправиться в конечном итоге и передать потом престол своему сыну соломону и нафан был наставником жизни давида который помогал и подсказывал с другой стороны подвластность дает нам защиту от искушений которые приходят нашу жизнь быть подвластным в положительном смысле этого слова то есть по чьей-то властью находиться означает не просто когда кто-то нас там угнетает и контролирует но это означает подотчетность понимание того что на тобой есть кто-то более высший перед которым ты ответственен и который наблюдает за тобою где-то это сдерживает человека и помогает ему остановиться если он делает что-то неправильно самуил когда-то наставлял саула и если бы саул послушался его то он и дальше был бы царем но когда он отверг эти наставления искушение властью победила и он в итоге даже нарушил заповеди господни сам начал приносить жертвы и так далее когда мы говорим о системе определенной защиты эти вот так почему-то сложилось что мы понимаем да бог вездесущий нас видит но мы как-то более ответственнее себя ведем когда кто-то за нами наблюдает и вот в этом случае как раз и есть принцип духовной власти и в том числе церковных наказаний иногда мы может быть как-то думаем ну почему так ну вот в чем же здесь хорошее что-то взяли наказали там кого-то на замечание но в этом и есть проявление любви старше к младшим как забота чтобы остановить отделание греха когда человек не может побороть сам эти искушения объявляется замечание за ним особое наблюдение подотчетность какая-то тем который установил это наказание ради того чтобы чек сохранил себя отделание греха и поэтому если что-то подобное произошло это благо как бог который наказывает нас если мы что-то делаем не так чтобы мы остановились и не делали грех то же самое и принцип который бог передал для церкви поэтому это для того чтобы помочь уберечь от каких-то искушений где-то через дополнительный контроль через определенную подотчетность третьих если мы находимся под властью нам гораздо легче следовать разумным решениям не всегда нам самим легко принять какое-то решение иногда у нас недостаток опыта иногда недостаток знания иногда нам не всегда понятны божьи определения в жизни никто из нас не является абсолютно совершенным никто из нас не обладает полнотой знания но каждого из нас есть той или иной мере определенный опыт кто-то больше знает в какой-то сфере кто-то меньше в этом и есть определенные взаимосвязи наших отношений с ближними потому что мы можем учиться от кого-то и взять то чего мы не знаем кто-то посвятил время для того чтобы это выяснить если у нас нет это времени мы можем послушать у того кто это выяснил и знает когда мы рассматриваем священное писание мы видим что многие люди начиная свой христианский путь естественно не имеют достаточно опыта для того чтобы следовать правильным решением нужны наставники которые будут учить объяснять показывать практически все послания которые писал апостол павел он писал потому что будучи движим духом святым давал наставление как нужно правильно устраивать свою жизнь в отношениях в семье в отношениях в церкви в служении каких-то других сферах и поэтому он пишет 1 посланник коринфянам 4 глава 14 стих не к постыжению вашему пишу это но в разумляю вас как возлюбленных детей моих в разумление и что должны делать эти возлюбленные дети прислушиваться к этим вразумлениям которые им говорятся это касается в том числе и вопросов взаимоотношений родителей детей это отдельная тема поэтому мы не будем ее сейчас касаться это вопрос как бы скажем отдельного рассуждения проповеди но это то что тоже является очень важной частью почему иногда возникают конфликты между родителями детьми где родители не совсем правильно может быть воспитывать своих детей и писание предупреждает что не будьте суровыми к ним что это означает с другой стороны почему дети бывают в унынии и как чтобы этого не произошло нужно поступать как решайте конфликты которые возникают писание и об этом говорит это тоже отношение к ближним которое очень важное в жизни человека особенно когда мы говорим в отношениях семьи как ячейки общества как и того где в первую очередь взращивается человек и что он делает своей жизни еще один аспект который касается взаимоотношений в нашей жизни это взаимоотношения между равными между братьями и сестрами в церкви апостол павел дает отличный совет первое послание коринфянам 4 глава 6 стих он советует чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того что написано и не превозносились один перед другим он в целом обращается к церкви в коринфе если посмотреть то что предшествовал этому выражению он это определенных проблемах которые у них сложились причем ряд проблем сложился в их стремлении быть духовными иногда бывает когда человек духовность определяет не совсем правильно для кого-то духовность это что-то внешнее что впечатляет людей может быть какой-то особенный вид не знаю как тут его определить кто-то определяет что он должен быть очень хмурым или чрезвычайно серьезным или же какие-то определенные не знаю там жесты или что-то еще чтобы подчеркнуть кто-то может быть говорит определенных словах там кто-то даже для того чтобы произвести впечатление на церковно-славянский переходит а вот ему кажется что он более духовным будет выглядеть если скажет что все день они в этот день там или еще что-нибудь в этом роде а вот и они пытались определить свою духовность в том числе и тем кто где-то за них молился еще помазание может быть на них перешло и они рассматривая это говорили я киффин а ну петра а даже первый один из первых апостолов у кого ключи от царства небесного у него вот знаете чек по-своему иногда воспринимаете слова которые господь говорил кто-то говорит я павлов это проповедник которого господь поставил кто-то горила полосов кто-то горила мне вообще не нужны никакие церкви местные поместные люди люди я напрямую христу принадлежу как иногда сегодня говорят а я во вселенской церкви что по факту ни в какой вообще вот но ему к сумме такое духовное состояние что мне вообще никто не нужен а вот и они впечатляли этим состоянием друг друга но духовность не определяется тем что впечатляет других духовность определяется отношениями с богом и любовью друг другу то о чем говорил иисус христос и поэтому вопрос не превозноситься то есть не пытаться впечатлить кого-то где-то даже подавляя писание поощряет нас к тому чтобы мы имели друзей чтобы мы сами были дружелюбными и поэтому это очень важный принцип иногда мы тоже задумывая почему со мной никто не дружит а и какие все плохие но библия говорит если такое произошло первую очередь вопрос к себе а дружелюбный ли я кто хочет иметь друзей как писание тут сам должен быть дружелюбным говоря друзьях христос сказал следующий даже в своих отношениях с учениками иван литриана 15 15 легко запомнить этот текст я уже не называю вас рабами ибо раб не знаю что делать господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от отца моего вы мои друзья и вы будьте друзьями по отношению к своим ближним к тем с кем вы вместе в одной церкви господней что подразумевается под этим говоря об отношении к нашему ближнему именно в дружбе в первую очередь проявляется вот это искренняя бескорыстная любовь но для того чтобы построить правильную дружбу это стоит чего-то человеку может быть это звучит пафосно но настоящая дружба всегда подразумевает определенную жертвенность со стороны человека друзья это не просто люди которые каким-то образом случайно попали в нашу жизнь это те с которым мы в определенной мере взаимосвязаны посмотрите даже во времена земной жизни иисуса христа толпы ходили чтобы видеть чудеса чтобы вкушать хлеб но тайны царства божьего христос открывал тем кто был верен ему и был постоянно вместе с ним своим ученикам цель отношений определяется в какой-то мере именно тем насколько мы постоянно в этих отношениях даже есть это не всегда легко цену дружбы невозможно измерить в каком-то финансовом эквиваленте дружба не определяется тем что мы взаимно полезны или выгоды друг для друга я с ним дружу потому что он механика у меня машина которая часто ломается я с ним дружу потому что у меня много компьютеров а он в этих разбирается вещах я с ним дружу потому что я периодически где-то нарушаю правила дорожного движения а он гаи работает и может где-то там помочь их уменьшить или что-то еще это не есть истинная дружба кто-то церкви точно так же дружит я дружу со служителями ну потому что если вдруг что-то не так сделают но вроде вдруг как-то по-другому отнесется а вот это неправильная мотивация писание говорит о дружбе подразумевает нашу жертвенность и без каких-либо причин это отношение любви о которой священописание это умение наступить на свое я это ни в коем случае не определяется финансами чем-то еще он определяется усилиями временем и жертвенностью вот именно об этой дружбе говорит священописание и поэтому для того чтобы проявить дружбу писание говорит дружба выражается в действиях вот то что христос говорил евангелий луки 6 глава 31 стих как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте как хотите чтобы к вам ваши друзья относились вы так относитесь своим друзьям это проявление любви в действии с другой стороны в отношениях важно доверие это тоже то что строится что мы должны проявить чтобы научиться доверять человеку каком это с одной стороны мы сами должны быть тем кому доверяют и другие люди должны быть вы смотрите мы говорили о вопросах распространения какой-то информации чего-то еще когда мы о чем-то рассказываем другим о чем просили не рассказывать мы теряем то доверие который к нам будет оказывать мы теряем ту дружбу которая была даже библия нас предупреждает не будь переносчиком в народе своем не будь тем который разносит какую-то информацию ради того чтобы только лишь рассказать даже если мы видим писание говорит нашего брата согрешающим подойди обличи помолись вместе помоги ему измениться и ты приобретешь брата своего в этом есть суть любви отношений друг другу доверие подразумевает сохранение слова доверие подразумевает верность доверие подразумевает обязательства тем словам которые мы говорим доверие подразумевает пунктуальности точности с ним о чем-то договариваемся доверие подразумевает обязательность в отношениях если мы что-то пообещали мы это исполняем это вопрос доверия еще что не менее важно в дружеских отношениях в отношениях ближним это прощение это то что является основой в том числе правильного построения долгосрочных отношений, которые складываются. Сколько много проблем в жизни человека, разрушенных отношений из-за того, что просто не захотели простить, войти в положение понять или просто из вредности. Ах, ты так сделал, никогда не прощу, вовеки, все там, до пришествия Господня, или еще что-нибудь в этом роде. Что бы ни делал, все, обида годами копится, самого человека угнетает, съедает его, он обиделся, где-то иногда заслуженно, иногда не заслуженно, иногда просто какое-то подозрение. Это как горький корень, который разъедает человека. Писание нам говорит о том, что никто из нас не является совершенным. Мы в той или иной мере согрешаем. Мы все согрешили перед Богом, но Он простил нас. Он возлюбил, написано, прощай, не вспоминает более. Он говорит, иди и впредь не греши, не поступай так, но я тебя прощаю. И Бог каждый раз мне говорит, ну, как ты нагрешил, и так далее, и так далее, и постоянно. Говорит, я простил тебя, не делай больше так. Я тебе помогу, чтобы ты исправился. Если мы любим друг друга, как Христос возлюбил нас, мы прощаем друг друга. Мы не храним годами обиды друг на друга. Мы не натачиваем сами себя, где-то на кого-то там обижаясь, и еще, может быть, больше возбуждая себя. Ах, вот он такой-сякой. Знаете, как бывает, человек накрутил себя, и все. И потом косо смотрят друг на друга. И даже благословляют друг друга. Говорит, ну, пусть тебя Бог благословит, хотя имеет в виду совсем другое в этом случае. Прощение – важнейшая составляющая. И хочу закончить наше рассуждение призовом апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Я бы хотел вместе с вами молиться об этом. Продолжение следует... Продолжение следует...